Быть пешеходом очень ответственно. Нужно строго соблюдать правила дорожного движения. Особенно важно уметь вести себя на улице, переходить дорогу и знать правила для пешеходов. Этому нас учат еще с детства. Основным правилом является осмотр дороги перед переходом на противоположную сторону. Как ни банально это, но если бы его соблюдали все пешеходы, дорожно-транспортных происшествий было бы раза в два меньше. Что нужно сделать, прежде чем перейти в проезжую часть? Будь то, где светофорное регулирование, будь там, где зебра, даже если нет поблизости ни светофора, ни пешеходного перехода. Самое главное, нужно посмотреть по сторонам. Но самое главное, что в принципе это все знают, но иногда это просто не соблюдается. Почему? Потому что существует очень много дорожных ловушек. И одна из главных дорожных ловушек, которую принято считать, это наши мысли, это наши моменты, когда мы чем-то отвлечены. Это значит уже наушники, телефоны. Эти моменты, когда мы уходим на дорогу, нужно не забывать бдительность и внимательность. Прежде всего, понятно, сейчас информационный век, мы все загружены, перегружены, мы все куда-то спешим, о чем-то думаем. И все это происходит, наше движение хаотично и на автомате. Но когда мы переходим в проезжую часть, здесь не должно быть никакого автомата. Когда мы надеваем капюшон, он может закрыть обзор и стать причиной несчастного случая. Как я люблю приводить пример детям, на лошадках катаемся, катаемся. Мы видели, что у них шоры, да? Для чего лошадкам эти шоры делают? Для того, чтобы они не отвлекались, не смотрели по сторонам, чтобы у них было боковое зрение закрыто. Мы сами закрываем боковое зрение и невольно мы можем стать участником ДТП. Раскрытый зонт также может стать дорожной ловушкой и закрыть обзор. И еще одно важное напоминание перед тем, как вступить на зебру, пешеход обязан убедиться в том, что водители остановили транспортное средство и пропускают. Водитель остановился, мы начинаем движение. Нужно убедиться, что следующий за ним водитель, который параллельно едет, тоже остановился. Вот в эту дорожную страшную ловушку практически 4-5 человек в Московской области попадают и очень сильно страдают. Когда большая скорость, человек погибает. Детям нужно всегда разъяснять, какие опасности таит дорога и чем могут обернуться шалости и невнимание. Мы со своей стороны через призму игр пытаемся донести, у нас проводятся различные конкурсы, мероприятия, соревнования, где мы обсуждаем, размышляем, детям доносим эту интересную информацию.